Ну, прежде чем мы отправимся на перекур, премьера, новая песня. С ней вот такая история связана, непростая. Но это не совсем моя песня, вернее, не совсем мои стихи. Я давно переписываюсь с замечательным человеком. Это генерал-майор авиации уже в отставке. Геннадий Петрович Кочергин. Он командовал дивизией военно-транспортной авиации, по-моему, его крайняя должность. Три боевых ордена, это Афганистан весь и так далее. Он пишет замечательные стихи. На них пишут песни. Кто увлекается творчеством Вадима Захарова, там есть песня «Летная куртка» на стихи Геннадия Петровича. Он мне писал, присылал свои стихи. Говорит, может быть, у вас все-таки возникнут какие-то мысли, написать какую-то песню. У меня вообще очень редкая история, чтобы я на чужие стихи писал песни. И здесь я читал. И вот одно небольшое стихотворение, небольшое, которое он мне прислал два года назад. Вот оно мне как-то запало. Не выходило из головы. Я его периодически читал. Надо сказать, что он очень деликатный человек, ему уже под восемьдесят. Он меня никогда не спрашивал. Он поздравляет там с праздниками, пишет какие-то. И я его тоже поздравляю. Вот. В отличие от всяких историй, когда спрашивают, что не написал эту песню. Вот. Тут не было такого. И вот в апреле, ну, буквально, то есть в прошлом месяце, я что-то вот смотрю на стихотворение. Оно называется «Воздушный бой». Небольшое. И вот, ну, вот оно, вот, какие-то фразы такие, которые мне близки. И я понимаю, ну, для песни, как бы, ну, немного. Думаю, а вот это бы пошло для припева. Раз-раз как-то еще добавил там четыре строчки. Наверное, вот припев будет. А потом еще, еще, еще. У меня песня-то длинная. И, в общем, короче, я там настрочил, что-то поменял и добавил еще два раза по три. Вот. Но это песня на стихи Геннадия Корчергина и Николая Анисимова, скажем так. Ну, и моя музыка. Я, конечно, ему отправил, говорю, на ваше командирское решение. Я тут так вольно поступил с вашими стихами. И, ну, он дал добро и сказал, что это все очень здорово. Здесь еще такая сакральная вещь произошла. Я закончил именно, ну, работу над текстом 26 апреля. Ну, как-то, ну, просто дата как дата. Ну, чернобыльская дата, ладно. И тут как-то случайно глянул там, не знаю, в календарь или куда в интернет. Оказывается, это вот именно в этот день сто лет исполнилось бы Сергею Макарычу Крамаренко, герою Советского Союза, одному из самых лучших реактивных асов мира, который два десятка самолетов сбил в небе 38-й параллели во время Корейской войны. Мы, ну, я могу даже сказать, что дружили с Сергеем Макарычем. Я у него брал огромное интервью, году в 14-м, по-моему, трехчасовой. Мы делали программу годовщине, ну, юбилея, начала войны в Корее, 2015 год, то есть 65 лет. Интервью просто, ну, для меня оно было потрясающее. Там где-то почти половина он рассказывал о Великой Отечественной войне. Он-то воевал там еще, и с Кожедубом был ведомым у Кожедуба некоторое время. И дружил до самой смерти Ивана Никитича, как он говорил. Я бы не генералом, майором ушел на пенсию, а повыше, если бы с Ваней не дружил. Он мне, иди ко мне, значит, в мои структуры. Ну, неважно. Но просто вот те истории, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, они в программу не вошли, но у меня это интервью есть. И я все-таки вот думаю, когда-то я... У меня вот таких три интервьюшки, которые полностью, я считаю, надо выдавать на экран. Это вот Сергей Макарович Крамаренко, это Лев Щукин, тоже уже покойный, который тоже герой Советского Союза и тоже воевал в Корее. Мы брали это интервью в Беларуси, он жил в Минске. И интервью Марину Лаврентьевну Поповичу. Кстати, сестра сегодня Валентина Лаврентьевна здесь сидит. Спасибо, что пришли, Валентина Лаврентьевна. Очень, Марина, дорогая для меня. Вы видите, я отвлекаюсь от всяких. Ну, я люблю поговорить. И все-таки я тоже, ну вот, я очень рад, что она пришла сегодня сюда. Потому что мы действительно очень близко дружили. Ну, возвращаясь к Крамаренко, вот те моменты, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, которые не вошли в программу, как его сбили. Он горел. Причем сгорел очень капитально. Ну, если я сейчас начну рассказывать, это будет очень долго. Но его спасли немцы лекарствами новыми на нем проэкспериментировали. У него рот там был заклилен от ожогов. Вот там, это очень драматичная история. И потом наши освободили. Ну, он в плену был. И вот я вернусь к тому, что песня закончена была именно в день столетия Сергея Макарыча. Он умер на 97-м году жизни. Он прожил долгую-долгую жизнь. Об этом можно долго говорить, ладно. Но песня так и называется, как то стихотворение Геннадия Петровича Корчергина, которое я немножко добавил. «Воздушный бой». У неба купол голубой, как слезы девушки прозрачен. Как ни крути воздушный бой, в своей природе однозначен. Прицел, открытие огня, упор, стремительная атака. И время жизни для меня в остатке литров. Пенза от бока. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха и азарта. Зависит жизнь моя сейчас от воли Божьей и от фарта. Не жду, когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь. Мне старость точно не грозит. В этом я не сомневаюсь. Иду ва-банк, на разворот, переворот. Петлю рисую, дупле там вью, как уток в лед. Я понимаю, чем рискую. Гошетку жму у врагов клея. Деревья вблизица верхушки. И время жизни для меня равно число Патронов в пушке. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха. Азарта зависит жизнь моя сейчас от воли Божьей и от фарта. Не жду, когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь. Мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Тузы пиковые и треф. Пискря, бубновые и черви. Но на бортах все карты блеф. Я в небе джокер, я в юбербы. Пусть скажет кто-то не игрок. Играю честно я по-русски. Мне жизни ограничен срок числом предельной Перегрузки. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха. Азарта зависит жизнь моя сейчас от воли Божьей и от фарта. Не жду, когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь. Мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Ведомый сбит, хороший друг. И два с крестами тоже сбиты. И стал до боли тесным круг, В котором я и миссер шамит. Теперь летаю лишь во сне И виски давно укрылись снегом И годы жизни стали меня Числом друзей, ушедших в небо. Судьбой подарены года И не моя, но то заслуга. Ведь жизнь зависела всегда От воли Божьей и от друга. Горел не раз, был ранен, сбит. Каким-то чудом возвращался. Я знал, что старость не грозит. И даже в том не сомневался. Я верил, старость не грозит. Она еще не то сомневался. Геннадий Кочевгин. Спасибо.